Добрый день! Привет всем! Добрый вечер, доброе утро! У кого что сейчас на дворе? У меня уже вечереет помаленьку. В Москве дни стали совсем короткие, ну понятно. Насущная проблема возникла не только в комментариях, да, но и я вот занимаюсь там консультированием ресторанов, и у поваров такая есть проблема большая. Нет усидчивости, делают все как попало. Да, в общем-то, и на домашней кухне тоже происходит все как попало. Грудка куриная получается у всех сухая, и честно признаться, я тоже ее редко когда использую, потому что считаю, что бедро и голень куриная, так же как и у индейки, гораздо вкуснее. Но давайте я сейчас быстренько расскажу, как сделать грудку, ну такой некий полуфабрикат, и оставить ее сочной, чтобы она получилась в итоге каким-то таким ингредиентом, ингредиентом, который можно будет потом и в бутерброды, и обжарить, да, слегка в салат отправить, или накрошить там в овощной суп, например, если вы вегетарианка или вегетарианец, а ваш партнер, муж, друг или молодой человек мясоед. Можно же варить, да, вегетарианские супы, потом туда крошить мясо. А сейчас будет реклама, только вы никуда не переключайтесь, не переключайтесь, посмотрите эту рекламу, действительно очень, очень классная и интересная реклама. Но вот, несмотря на то, что я улыбаюсь, вы сейчас все поймете. Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья, это мой помощник, кот Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушайте и засыпайте. Ищите ссылку на наш канал в описании под этим видео и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Я взял, ну я с утра просто был на рынке и взял такой, знаете, две, это называют сердечко. Те, кто продают курицу, говорят сердечко. Но оно правда выглядит как сердечко, такие две, две булочки. Я называю это бюст. Такой, знаете, здравствуйте, девушка, ой, какой у вас прекрасный бюст, можно мне два? Шутки шутками, значит. Два лавровых листика я отправляю вот сюда, в сотейник. Щепотка круглого ямайского, или его еще называют душистый перец. Значит, черный перец горошком. Черный перец горошком, его можно не жалеть. Прям, знаете, вон, это как полная чайная ложка получилась. Оп, сюда. Обязательно соль. Смотрите, с солью каких-то особых проблем нет. Ну, я насыпал, да, больше нормы, и может кому-то покажется, что я пересолил. Увидел сахар, вспомнил, что сюда чуть-чуть надо добавить сахара. Я всегда с соли сыплю больше, чем надо. Вот в этом, в этом рецепте. Потому что грудку я не солю, поэтому у нас должен быть вот этот вот рассол-маринад-процесс приготовления, или среда приготовления, она должна быть довольно соленой. В общем, все, простейшие ингредиенты. Никакого уксуса, ничего такого. Вода. Воды наливаем столько, чтобы туда могло поместиться две филе. Ставлю на огонь, довожу до кипения. Пока она там у меня закипает, я быстро сниму грудку с кости. Значит, кость у нас здесь такая красивая, да? Нужно найти место, где она у нас заканчивается. Значит, и вот по этой косточке ведем-ведем-ведем-ведем-ведем-ведем. Сюда раз. А с этой стороны у нас вилочка. Соответственно, тут все эти кусочки подрезаем, чтобы у нас ничего лишнего не осталось. Свозим все это аккуратным образом. Опа, косточкам обходим. Как я тысячу раз говорил, учил, показывал. И получаем чистую косточку. Хотя, не знаю, вот это что за курии сейчас выращивают? Смотрите, косточка вот такого размера. Здесь косточки нет вообще. А тут огромный хрящ, да? Если его зачистить вот так, да, давайте. Смотрите, огромный хрящ вот такого размера. Кости вообще нету. Что это за курица? Малое филе нужно срезать. Ну, тут, в общем, вместе вот с этими жирками, ошметками. Смотрите, филе получается довольно тонкое. То есть, это не домашняя, а трехлетняя курица, которую нужно варить. Сейчас речь идет про бройлеров. Их там три месяца выращивают быстренько. Они так-так-так массу набрали, все, убили. Мясо мягенькое, нежное. Филейка тонкая. Подчеркиваю это. По косточку идем, 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 идем. Доходим, доводим. Вот, смотрите, вот эта вилочка. Та самая, которую потом после отваривания мизинчиками брали в детстве. И рвали. Чья сломалась. Тот, значит, менее везучий. Ну, как будто. Кто не видел, как правильно разделать курицу, то ссылочка в описании. Посмотрите, я там этому посвящаю довольно много времени. Вы знаете, я всегда еще вот этот каркас кладу сюда. Его все равно надо куда-то выбросить. А так он закипит, ну, будет немножко аромат курицы. Этот способ немножко я унифицировал для дома. Ну, потому что, например, в ресторане, когда есть куриный бульон, или в столовой, или в зоне общепита, там, где есть куриный бульон, там всегда можно это делать в курином бульоне. Да и дома, в общем-то, я рекомендую тоже это делать. С одной стороны, как говорит Вильям Похлебкин, вот эта среда будет давать вкус грудки, а грудка, тем не менее, будет давать вкус среде. То есть, если мы возьмем, например, не воду, а бульон, то, используя несколько раз бульон в таких целях, то есть, нагревая его для этой грудки и удерживая грудку какое-то время, мы получаем более насыщенный бульон. То есть, три раза вы это сделали, у вас бульон будет более насыщенный. Так, вторая часть у меня тоже, знаете, не толще, чем эта, ну, потому что это, так сказать, две титечки и одной курочки. Да, все, малое филе тут, оно у нас будет well done, ну, а что с ним делать? Можете фарш пустить, можете коту скормить, можете пожарить, сами съесть, пока у вас будет готовиться куриная грудка. Конечно, можно это все впихнуть туда, но я, пожалуй, наверное, перелью в кастрюльку для того, чтобы точно все вошло. Как только варево закипело, очень яркий аромат от душистого перца, не нужно этого бояться, зато грудку можно будет есть в таком виде, без добавок чего-то. Она будет реально вкусная. Короче, закипела, вот сколько она, 30-40 секунд кипит, от костей в бульон уходит аромат. Берем грудку и опускаем вот сюда одну, сразу же вторую, и можно туда же малое филе, третье, четвертое. Главное, погрузить грудку полностью в бульон. Теперь наступает самое важное. То есть, по сути, я сейчас делаю сувит только таким домашним способом, и этот способ доступен каждому из вас, каждому. Когда я засунул туда две куриные грудки, температура воды упала, потому что куриная грудка прохладная, а вода кипела, перепад. Нам нужно дождаться, когда вода закипит снова. Вот смотрите, видите, вода закипает. Вот как только вода начинает активно кипеть, ну давай уже активно кипи. Ну вот, когда вода начинает активно кипеть, нужно кастрюльку убрать с огня. Ее, мою, горячее. Ну то есть, в моем случае я выключаю огонь, но с огня не убираю. Ну то есть, с этой конфорки я не убираю. Теперь нужно засечь, знаете сколько, ровно час. Она будет медленно остывать и прогреваться. И ровно через час я ее разрежу. За час, который она простояла, вода уже даже, знаете, и остыла. Ну потому что у нас объем-то небольшой, если бы это была 40-литровая кастрюля, то, конечно, температура бы не сильно упала. Но речь идет о двух грудках. Вот у нас получается, что вот такая вот грудка получилась. Мясо плотное. За это время оно прекрасно проваривается. Проваривается на остывающей воде. Грудка получается очень-очень нежная. Бульон пряный, такой, знаете, яркий. Но по количеству специй вы можете сами подбиться. Вот, то есть, ну, сделайте один разочек. Может, кому-то много покажется перца. Может, кому-то покажется много лаврушки. Я люблю, чтобы и перцы, и лаврушки, и майского перца было прям, вот, знаете, такой аромат идет. Потому что курица, ну, что она, вот ей надо там простоять в этом рассоле сутки для того, чтобы она набрала в себя этот пряный аромат. А так вот она остыла, проварилась, прогрелась, вернее. У нас получилась домашняя, сувидная куриная грудка. Но самое главное, что она у нас полностью готовая. И вот, смотрите, видите, она, давайте я дальше отрежу, чтобы на толстой части был такой более, во-первых, блестящий срез. Смотрите, курица полностью белая. Но при всем этом, вот если на нее надавливать, смотрите, видите, с нее течет аж. То есть она полностью внутри сочная, классная. И все, осталось ее только нарезать. И вот попробуйте отварить курицу и сделать так, как сделал я. Отварная курица, она будет крошиться вся. А эта курица, она прям супер нежная, супер приготовленная и супер сочная. Теперь ее нужно выложить на тарелку. Да, видите, никакой розовины, никакой крови. В курице вообще, по-моему, крови нет. Но некоторые все равно там про кровь, кровь, что мне без крови там и так далее. Понятно, что курица, безусловно, должна быть прогрета градусов до 75. Но вот примерно такой температуры она достигает при такой технологической обработке. Вот, например, если взять малое филе и начать его резать. Видите, когда режете его, оно вот крошится все. Видите, о чем я говорю? Потому что оно тоненькое, оно проварилось. Ей много было очень температуры. Видите, вот его можно руками брать и разбирать, оно крошится. То же самое будет при нарезке. Когда вы его режете, ровного среза красивого, блестящего не будет. Это я... Дуси потом. А, нет, дуси нельзя. Дуси со специями. Там их, тем более, слишком много. Нет, стопе. Это я найду, кому скормить. Нужно попробовать на соль. На соль обязательно. Я же говорю, даже вот у малого филе этой соли недостаточно. Обязательно черный перчик. Обязательно. Просто отварная грудка. Почти что диетический вариант. Затем копченая паприка. Потом обязательно маслица. Мы рассказываем о заготовке. Что ты заморачиваешься? Все, маслицем сбрызнули. Тогда я тыквенным маслом сбрызну. Пользы побольше будет в курице. Все. Вот такая заготовка должна получиться у вас. Если куриная грудка толстая, ей нужно дать время покипеть. Вода закипает. Две минуты отмеряете. Ровно 120 секунд. А потом выключаете и оставляете. Тоненькая грудка. Вот час закипела. Выключаем, ставим. Получается супер. Да, если что-то непонятное, пишите комментарии. Задавайте вопросы. Ставьте лайки. Я в диалоге. Пробовать будем? Зачем? Ну попробуй. Да. Офигенно нежная. Вкусная куриная грудка. Сам себе лайк. Сам себе лайк не поставишь, никто не поставит. Е-мое.